приветствую на канале асмо дплей мы продолжаем играть жизнь после продолжить жизнь после после чего после зонго-апокалипсиса после женитьбы жизнь после 30 чем не полная формулировка ну поехали правда где-то достопримечательность есть собиралка но мы это упустим отпустим попустим как как правильно достопримечательность это тут было а мы уехали от нее но и хрена не одна из собиралок хотя какой-то бонусами тоже будут когда все соберешь только я даже подожди на срезал шкуру меха чуя да не в мехах тогда вот кто-то бежит за мы еще хочет догнать дурачок еще поди одиночка головы свои подняли так прошлый раз у меня там орда была на этот раз тоже наверно вот так вроде это здесь лиза держись я иду она должна быть где-то здесь так а я могу сохраниться хорошо сохранился твою мать все есть дает твоего спросоне куда же ты подевалась вон она орда целая как я и говорил и припарковался я не где-нибудь от рядом рядом с ними вот надо было мне еще трофей есть кто-то кричит да ладно где же ты как ты вообще мог увидеть что мне у тебя что-то пролетело себе давай 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 потихонечку тут еще одно гнездо так лиза ты где меня нет что выбегая выбегая выбегай у у ну ты давай 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 вот так господи на это бог во всех перестрелять надо было помогать мне куда вы нахрен так давай беги Так. Беги! 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 По головам! По головам! Беги! Беги! Сейчас поворот! Играет музыка. Господи, как вы меня все достали. Давай посмотрим, что у байкера там. Пошел ты нахрен. Так, надо подсохраниться. Что-то там забыл. Так, не сохраняет пока. Вон они. Так. Пойдем. Мы сюда. Ну и потихонечку уйдем. По-английски. Не прощаясь. Если вы думаете, что я буду по вам скучать, вы ошибаетесь. Позади меня он, да? Он там где-то в очах. Вот здесь, а вот он. Где оно? Твою мать. Ведь рядом где-то. Вот оно. Господи. Не надо. Как стой-то. Да беги. Бля. Да хрен ты убежишь. Я тоже понимаю, что хрен убежишь. Ну такой уж я дурачок. Получается, поджечь и убежать. Блядь орда это. Трофей. Да трофей, трофей. Не хватало, чтобы волк у нас загрызнул. Завалил. Так. Есть. Где-то грёбанное гнездо. Бежим. Ну лезь уже. Всего один. Нормально. Ладно. А ко мне пепел-то надо собрать. Вот так. Пригодится. Давай. Максимум. Ну и слава богу. Вот и славненько. Сохранится, сбегать. В рот, компот, нахрен. Света орда, если день настал, надеюсь, она куда-нибудь ушла, это орда. Охрен. Блин. Охренеть. Так-то тяжкий труд. Еще смотрим, где. Чуть подальше, да? Право. Да что это? Не надо его чинить. Нельзя мне без этой штуки. Найду тебе применение. Будь здоров, ой, спасибо. Спасибо. машин и как мне туда попасть вот так башку давай 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 сюда точно может здесь вот так вот вот так вот вот так вот у нас здесь да не сюда я вообще-то хотел давай-ка назад сначала все значит не значит один вход вот один я уверен ты жива с аптечками то хреново ну ладно так а мне-то куда где-то здесь написала я не могу забыть звучит вполне в ее духе она время то на 40 минут спешат что такое это люди убить гад выживи ему мозги но еще в шлеме был но катюс мотоцикла ладно мотоциклам этого не нужен господи тут еще тоже нет лома еще два надо вот это надо давай типа даже и и и и и и и и умный никуда не ведет гнездо должно быть где-то здесь да еще одно место зажим и его а татуя так вам еще нет не все зачистили нам туда надо что потом ездить спокойно здесь правильно хоть бегут а правильно охренеть как правильно в туннеле там наверно были до хера я больше я чую гнезда вон она как тебе такой африк а вот так машина в машину ничего с них не поиметь еще одна наша подпалим мимо дает твое мать еще птицы когда я посмотрю текстура застряли ладно хрен на них гнездо где-то рядом я врачу его в машине вот так теперь тут станет поспокойнее не добежишь вот все уходим освободить там освободили где мне мотоцикл пойдем на было канистру поди собой взять ладно поехали на свой страх и риск он к подожди нет машин взять всех мотоциклов тоже них нельзя чего я беру с них открывайся 3 из 3 все есть ну все заполнил надеюсь там не исчезнет это двоечка поехали поехали если противника держит вверх попробуйте сесть на байк увеличить дистанцию и перегруппироваться хороший свет открывай извини я что-то растерялся как дела блэк как дела и пасы хороший выбор ну еще можно купить давай так пожалуйста так ну все вроде пока оружие ничего такого чтобы не могу заинтересовать механиком не на байк заправить дикон сэнд-джон как дела как дела вас да ладно что-то блин даже почувствуемся пока нет задания ладно я пришел проведать этого жирного лентяя ну чё бухарик не надоело тебе валяться там бухари тебе сюда нельзя их а что происходит он поправляется ему нужен отдых курс но срезали которая заражена я тебя спросил он поправляется нет дико но антибиотик этого мало слишком не понял ты сказала сказала что я попытаюсь теперь остается только ждать значит может еще что-то надо ждать ты хочешь что-нибудь разбить я по глазам вижу ну знаешь что валяй разбивай но только за дверь иди ты уже сделал все что ты мог пожалуйста иди домой иди домой но домой хрен или там делать одному то что будет да он поправится просто надо пару дней подождать пойдем-ка со мной я тебе кое-что покажу у меня дела я своей шеи рискую серьезно ты должен это увидеть ну давай тогда пару месяцев назад в лагерь приходил один намат рассказывал всякое якобы он работал в аэропорту он был там в ферволе когда пошел весь замес как-то ночью они ждали самолета с портланда но он так и не прилетел и он вез груз для красного креста красный крест да понимаешь медикаменты оборудование целый трюм этого всего может и от заражения крови всякую херню антибиотики да 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 я про них короче такое куда не только заходи поговорить давай это уже интересно ну короче этот намат был в диспетчерской когда самолет просто исчез радаров вов только был и след простыл примерно здесь с юга горы вашингтон это с его слов упал целех и типа ну управляемое падение парни наши сидели и слушали как умирает пилот с перебитым хребтом ясно и вы никого не посылали на поиски не почему потому что старик против железный майк понял упокоить да ты на лету сейчас все к западу от айрон ридж теперь принадлежит карлосу и его банде веселых лысых копников и если они тебя там поймают короче иди на север брат потому что иначе договор майка с упокоителями понял я понял но вот вопрос зачем ты мне это рассказал так во первых я нихрена тебе не рассказывал усек брат во вторых ты же на мат я же не могу бегать за тобой как шестерка и жопу тебе подтирать ясно я человек занято я понял ты просто у нас такой славный малый дашь из я просто пытаюсь выжить как и все вокруг знаешь надо жить по совести это все что нам осталось улавливаешь да я улавливаю эти метис какой-то еще держи рации под рукой и в куртке и спуховике вас так ладно мой брат ну так то можно будет закончить сейчас наши за на тебе всегда можно положиться что еще что угодно лишь бы не торчать в этой дыре ну когда я посмотрю чё здесь да уж этим договором можно потереться можно же еще наверх сходить здесь что у нас умирать от рака хуже не придумаешь хорошо хоть с ней был майк блин так байк мой заправлен где он только блин ворот мать твою порта бери этот лагерь ладно покатаемся так это мне куда надо то вот и пальцем татыков хочу еще кое-что спросить у дамы недоступных работ шаги диком вас нет хорошо если вспомнишь что нужно приходи еще увидимся 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 а вот он мой батюшки рад тебя видеть их выезжаем давно не виделись так так вернуться в лагере коплин да возвращаемся через так вот забраться на уступ иди иди на риск. Смотри, чтобы я об этом не пожалел. Короче, я скоро с тобой свяжусь. А пока займись чем-нибудь полезным. Докажи, что Майк в кое-то веке оказался прав. Ну да, конечно, Шиза, как докажешь. Конец связи. Эй, Дэймон, как жизнь? Дик, слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коу. Я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в Каскаде. Вот это интересно, давай. Где? Я знал, что ты заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где, Коуп? У Сепарейшн Медау. Первый их флэк засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся, я ими займусь. А через час. Так? Ты вернулся, рада видеть. Джейзи, ну, как тут мой любимый партнер, поживает? Где ты? Давай. Единственное, что, время только. По бензину-то. Ты не спишь? Бухарь. Не сплю, но я сейчас струко соображаю. В общем, я поехал к Сепарейшн Медау. Коуп сказал, тут лагерь упокоителей. Что? Так далеко на севере? Да, слушай, что с ними такое творится? Элкай сказал, они нас ищут. За нас назначена награда. Где? Какого черта? Как такое возможно? В смысле, конечно, их много перебил, но всегда задело, когда они сами лезли. Насколько я помню. Ну вот и я так подумал. Упокоители. Конец связи. Господи, висят. Вот так. Вообще вы решили, что бы остался. Господи, быстро доехал. Сен-джон, ты где, братан? Я здесь, Шизо. Только я тебе не братан. Ну, как скажешь, я просто стараюсь другу твоему помочь. Так, вражеские, так и можно наткнуться на лагеря, где заселись враги, мародеры, упокоители, анархисты, все они воры и убийцы. Хочется вам слабых и беззащитных, ликвидируйте их и вызвать значительно облегчить всю жизнь обитателям в ближайших поселениях. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Так, 8. Здесь их пятеро. Еще где-то 6-7 должно быть. Ладно. 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 понятненько отложим на потом вот так давай давай опа кто там хочешь покое да все будет хочу грёбаный упаковитель вот тебе твой путь кучка психопатов в курсе теперь я вижу вас что вы тут делаете меня ищете ну вот он да так ладно колб все готово местные упокоители больше никому не помешают это хорошая новость я тут как-то говорил смене с другими знаю ты много сделал для лагеря я просто хотел сказать спасибо конец связи пока вроде нормально идем я здесь шизо только я тебе не братан ну как скажешь я просто стараюсь другу твоему помочь давай давай помогать скажем так тебе пора выезжать ты про границу с упаковителями очень смешно ничего подобного я к тому если ты хочешь прокатиться как вы там говорите пожечь резину так вот сейчас самое время усёк усёк нас искали не знаю бухарь мне когда было спросить они мне пытались глаза выколоть прости брат надо было ехать с тобой да ничего отбой отбой-то отбой нету куда ехать поля типа близости то нету нигде вместо припарковаться хотя вот подожди подавай сюда к всяко ближе отсюда ехать сейчас сколько 26 процентов дикон санджон это копланд прием дик слышишь привет куб дай угадаю у тебя для меня дело лады я загляну как получится отбой давай где тут топливо а а а а а а а а блин нету в доме в доме в доме в доме ну совсем ничего нету ваш ладно но все равно где-то тут есть без этого не может быть поехали надеюсь господи прям самое мясо заехал далековато нет их мимо не проеду пока пока вроде нормально берем разбег накатом накатом может здесь топлива есть окна входе нету небольшая деревушка топлива топлива гнезда нету я уничтожил все гнезда ну кого-то по моему топливо было вот опять не здесь он записывать надо карту где-то взять с топливом так вот блин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какой кошмар Ай-яй-яй-яй То, что надо Ну, еще немного давай Ну вот порядок Поехали Не будем рядом с ордой останавливаться Тогда и куда она изменит, еще неизвестно И вот сегодня я узнал Так Поехали, доедем Ну, ролик Мочью в дождь Шизо, это Сен-Джон Я на границе Ты моих людей там видишь? Нет, тут все чисто Слышь, сколько у меня времени? Времени? Для чего это? Мы тут с парнями в картишке сели перекинутся Правда, кое-кто из них в тозоре сейчас должен быть Но уж я закрою на этой глаза Мы и так можем всю ночь просить Значит, до утра Ясно? Конец связи Еще время ограничено Субтитры сделал DimaTorzok Да как они попадаются Вот так Понятно, тут должна была быть перестрелка такая мощная У меня вроде пока Всего хватает Так Вот так А у нас странно все есть Да-да-да Что перегородил? Он видит, кто-то с фонариком Он видит, кто-то с фонариком Вот так Нет, извините, слишком шумный пулемет Блин, если мне потом надо будет туда ездить Еще обратно за этим За велосипедом Фонарик 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 Пока нету, ладно Вот так Нормально Блин, на хрена вам все это Так Еще кто-то где-то есть, нет? Надо же На вышку слазить что ли Посмотрю, что у них там Давай Снайперская винтовка Она, конечно, хорошо Но нет Мы уж Будем верны Нашему арбалету Бесшумный Хорошо стреляет Я Вот видите, даже не попал А мне нисколько Всегда Вот почему Неэффективный Одну фугаску взял Что собственно Очень даже неплохо Давайте Они охраняют Ванец Должны охранять Вот Турбина Уже здесь Валяются О, господи Охранять Можно Своих же пожирают Что ли Руки оторвал Зачем Чтоб не мешали Чтоб не дергал Это все Господи боже Вот Это Зверюга Вот так Надо было сюда Еще подманить Моги стрелить Антибиотики Надо найти Антибиотики Понятненько Какая бойня Здесь должна была быть Что-то туда Пойдет Надо Отнести Байку Давай, ты че у нас Тут у нас А вот У меня руки Заняты Понятненько Днем еще Капканы Как Смотрите Как это удобно Ему полегчает И мы Свалим отсюда Поедем на север Декан Декан Сен-Джон Прием Так, я Не смогу Да Дик, это Рики Прием Она не должна Узнать, что я здесь Рики Это Дик Сигнал прерывается Я тебя не слышу Дик, ты где? Мне нужно Извини, Рики Мне сейчас Малость некогда Так Вот так Сыка Это конечно Так вот Немного ехать Ну Стой Это Дик Стреляй А по кому Выстреляете За ними Нельзя дать пути Быстро За мной Никто же не гнался Нашел А я нашел Все, что осталось Все, что осталось Что такое Что за стрельба Так Стычка с упокоительной Я уже разобрался Ты разобрался И как О Ну все ясно И что тебе ясно Кто тут командует Обороной Я не понял Ты знаешь Я каждый день Задаю себе этот вопрос С меня хватит Ага А ты что тут делаешь Что я тут делаю Эдди послала за тобой Зачем Так стоп Что там с бухарем Я не знаю Поехали Поехали Едь давай Или мне ехать за тебя Что там с бухарем Не знаю Эдди велела найти тебя Ребята сказали Вы шизы сюда поехали Теперь я поняла Зачем Ну и что же ты поняла Самолет Медикаменты Это не то чтобы большой секрет Майк вел переговоры с Карлосом Хотел чтобы мы поделили их между собой Брехня это все В каком смысле? В таком Я там был Половину груза уже растащили И все следы с места крушения Ведут на юг Упокоителей я знаю Уже не первый год водище Им вообще нельзя верить Ни единому слову Ты говоришь прямо как Шиза Это он тебя подговорил Он рассказал тебе про самолет А, ну-ну То есть ты думаешь Я его шестерка что ли? А что нет? Тогда откуда ты узнал? От намада В лагере Коупленда Сама говоришь Это не то чтобы большой секрет А, конечно Шиза давно искал повода С ним поцапаться Повезло что подвернулся Ты и помог ему Хочу вопрос задать Может не надо? Когда ты был у нас Последний раз По осени Ты послал Майка нахер Потому что он не хотел Платить тебе за новых людей Все было не совсем так Я отлично помню Как все было Майк сказал Что не ведет дел С рыботорговцами Так Мы никогда никого не заставляли Идти к вам против воли Атакер? Она тоже не заставляла? Не знаю Принуждала Обман Ты думаешь что у человека Который умирает с голоду Который не спал Несколько дней Который до того отчаялся Что не стал от тебя убегать Ты не думал Что у таких нет выбора И все равно ты вез У всех вход с принц Чтобы срубить кредитов У всех есть выбор Дикон Нам тоже непросто Иногда мы берем к себе людей Которые не могут Отрабатывать свой хлеб Радуйся Что железный майк Не такой как ты Валент Чего мы быстро доехали Я туда ехал Пипец Как оттуда Доехали Уильям Уильям Если ты меня слышишь Немедленно прекрати Видите что происходит Так Подержи его Ты что творишь Сучу творить Слушай Это необходимо сделать Прямо сейчас Что сделать Отрезать Нет-нет Охренела Да сейчас Позволил Слушай меня Антибиотики Могут спасти ему жизнь Но руку ему уже Ничто не спасет Послушай Ты должен мне с ним помочь Или он просто умрет На твоих глазах Понял Дикон Рубите Брат Братан Давай-ка Смотри Держи Как следует Держи Держи Вон там Ладно Ладно Еще кости пилить надо будет Держи Держи Вот тут Держи И прекрати мне тут Паниковать Как не паниковать Само выходит Эй Ты молодчина Когда в школе училась Думала Кем бы мне стать Инженером Или может хирургом И че не пошла в хирурги О А ты Эй Ладно Сегодня ты спас своего друга Боюсь он другого мнения Он все поймет Надо поставить ему капельницу Не знаю где ты все это добыл И знать не хочу Но это многих спасет Дикон Сен-Джон Очень многих Ну слава богу Пользу принес Миш Сам брат Пойду помогу Эйди Майк Ты успокойся Ладно Дикон Иди сюда Блин Старый хрен Давай свое недовольство Я знаю что ты сделал Не мог я дать ему умереть Майк Настынь Поздно уже Да я понимаю что поздно Бухарь выживет Я не знаю Но они тебя видели И выследили Когда об этом узнает Карлос Он нам такое устроит Досрал я на твоего Карлоса Ты подписал чек кровью других людей Надеюсь ты доволен Ты сделал что должно Майк Погоди Гожу Миссия Пойдет Че Лагерь железного майка доверия Мой брат 88% Растерзан Лице 2 Ладно Пойдем заправим байк Где заправлять И поедем отсюда Эй дикон Бас Как жизнь в лагере Я заправлю Сильно его не долбай Все Лады Поехали У него есть цель Пару недель назад Мы с парнями сожгли гнезду Привет Гнездо Причат Оттуда вышел Банши что ли Вот не зря Как называют Своими воплями Пока Сохранил Ладно Мне еще сюда Надо будет заехать Жители так Ценит личную свободу Своему из быстрого перехода Она где-то Где же она И подбирался Здесь наверное Или тут Не помню даже Где подбирался Поехали У него есть цель Да Рики Что такое Я хотела сказать Мне жаль Что так вышло С Бухарем Уж ему-то Как жаль Эдди просила Тебе передать Если бы ты не привез Ей тот нож Бухарю сейчас Было бы гораздо больнее Без этого ножа Вам просто было бы Труднее его Мне 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 Давай Кто там? слушай вот так спасибо тебе что привела нас в лагере мне пора конец связи стали посреди дороги нахуй а чего ждет сейчас утро что такое убраем я у твоего маяка смысле у какого у какого операции же есть gps конечно я понял ты его лали фоллс отлично глядим оба скоро туда прибудет человек у брайан чтоб тебя у брайан отзовись тут твои друзья у брайан сказал же они мне друзья ладно иди пешком да 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 я знаю что мне нужно сделать прикрепить маячок я не нашел то что тебе нужно и зачем я с тобой разговариваю конец связи доложите обстановку там как самочувствие а хочу меня взять забыл наблюдать за ученых просто держаться я вот это не понял сказать первая стадия 2 3 ведь вирус он и есть вирус так ладно я знаю я солдат я учился на биолога объясните вкратце но анализы крови имеющиеся данные указывают на то что вирус поражает лимфатическую систему воспроизводя сил такой клетки в катастрофических масштабах атакуя точнее переводя ряд покоящихся фрута онкогенов в активное состояние рак посмотри на него посмотри на них это по-твоему рак ну может такой зверский нет 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 это нечто намного хуже смысле у этого вируса есть цель фрики стали такими потому что вирус хочет чтобы они были такими что вы хотите сказать я хочу господи а что я хочу сказать терроризм вы думаете это было намеренно не знаю закончила так ладно парад сюда уматывать интересно там то что куда я смогу умотать о свалил удобненько давай вот удобно ну есть цель что за хрень и она несет обрайн про этот вирус как его там про то что он делает ну я хочу понять что происходит обрайн что они здесь делают чем ты занимаешься там уже полезли он сохраняем не быстро надоест так куда нам это чё пора в дорогу вернуться в лагерь так поговорить стакер и keeps происходит приalt wondering об этого что как на ну-ка давай сюда не будем мучить переездами нас вас вы можете на время оторваться можем о это мы знаем ну-ка подожди до реки что такое железный маяк сказал что ты готов нам помочь да ладно конец связи бродяги попаду семья труп их все эти ты на связи дикон сен-джон вызывает лазарет lost lake ничего просто надоело слушать радио свободный орегон меня от этих его конспирологических бред не уже тошнит знаешь я рассказала что если бы не ты я бы согнулся ты привез эти что-то слушай я господи конечно я помню если бы там не было тебя если бы ты меня не держал да я не знаю что будет где топлива все дело сделано куча вот здесь было вот слушай если эдди узнает что ты не в койке она меня убьет нормально вещь по крайней мере ты себя пришел уже послушай бензин бездомную бочку любого порядок поехали по ночи куда-то собрались а ну ладно разговор не терпит отлагательств если бы не это вода и губки то свои раскатали на мясо свежим котлета убегая до механик ты не ночи не днем не спишь да как дела как торговля байками за байк жрет нехило разберемся все пока мне с ним поболтать надо дик надо надо кое-кого выследить а вот никого именно что произошло после того как ты привел ту девушку лизу ларсон привел еще одну ее зовут роусален хилая конечно вроде к работе годная мы ее отправили канала растительный копать так ну и что дальше она пропала ушла за припасами вместе с алкаем и другими в тот заброшенный лагерь нера ну ты его знаешь наверное ты ведь там бывал да 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 я знаю где-то найди ее дик всех краях видели немало и намадов и бродяг если они найдут ее первыми да да ладно я постараюсь ее найти вот куда-то мне ее не надо от тебя просто бегут люди-то признается чем могу помочь за не руки как чистые так по моему он гонит а посетить памятник камень сарга он только этому в легкую все это мы сюда да и ночь там кстати орда ползать поэтому да и мне кажется лучше той ночью ехать пусть они лучше разбредутся по округе выйдут куда-нибудь да и я тоже рад вас видеть ребятки а сэн-жон вызывает hot springs дакер слышишь здесь так я на месте там где в последний раз видели девушку походу они тут напали в реке если девушка была здесь вряд ли она а если же найти а 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 все а а а заправляем байк байк вот так хорошо сейчас посетим памятник жену от утиху а мы завтра и вы это но и все равно не хотел ехать ты сам не хотел но как я сказал выбора не было ни у него ни у меня хотя все равно в итоге он лишился руки теперь непонятно что ему делать что нам делать ну на север он вернулся и не поедет хотя же не помню рассказать ли машина то вполне знаешь людишки такого пошиба нашествие фриков только обрадовались говорит раньше он был бандитом сакраменто или во фресно не помню но он не местный это видно и он врет якобы он торговал наркотой оружием повсюду от калифорнии до орегона а потом началось фрик шоу только знаешь что по-моему он гонит он выглядит как студентик который играл лакросс торговал газировкой в торговом центре или нет 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 точно он работал на теплом местечке в папиной бухгалтерской фирме кстерил документы и бегал всем за кофе по утрам и при этом за день зарабатывал больше чем я за неделю знаешь до того как мы с бухарем свалили из лос-лейк мы с ним иногда играли в игру мы ее называли кем-то раньше был смотришь на человека и пытаешься угадать с кем он был до того как мир покатился к черту я встречал наркоманов много уголовников но ни одного бухгалтера вообще-то логично если вдуматься первые несколько недель когда все случилось то творился настоящий ад да никто из этих офисных крыс не смог бы такое пережить так что не знаю может там все-таки не врет я рад что ты всего этого не застала в общем мы с бухарем хотели ехать на север убраться отсюда подальше не знаю когда теперь получится может уже никогда коляску можно соорудить с этим одно радует по крайней мере мы с тобой пока не расстаемся ладно я еще заскочу попозже пока кто там шараебится у меня красный индикатор все господи так никого нету но она народа и и и и и и и и давай-ка сюда пройдем не мотоцикл нужен мой брата забрать беги это мертвый а выглядит как живой отрезать вот этих больших то больше нету один попался подожди блин вот так ажи сохранится вот еще сюда нам что с тобой случилось муха так надо смотреться что тут у нас ну должна же она быть где-то здесь и так господи боже этих бедняк прямо так наверх что ты беспокойся я здесь был уже я не только не помню висел он или не висел но кто-то кричит а а а а а Нет! Нет! Тихо, тихо, тихо. Я тебе не враг. Видишь, я не с этими ублюдками. Нет! Нет! Да я помочь пришёл. Я Такер. Стоп, стоп, я же сказал, я пришёл тебе помочь. Нет! Ты от неё! Ты из её лагеря! Нет, нет, мы с Такер. Я так на вылазки хожу. Меня морили голодом. Я не подчинялась приказам, и меня перестали кормить. Это рабочий лагерь, там все должны работать. Я не прислуга. Я не вернусь туда, ясно тебе. Лучше уж тут умереть. Подожди, мы же другие, вы бы, успокойся, ты уже. Варианты. Как знаешь. Арбалет улучшил у меня, что? У меня пока всё есть. О, целых 3 километра ехать. Болячки. Ладно. Поймал муху. Вот, вот, блин, жирно-то какая. Давай, лови её, солнце моё. Сейчас, вот её. Блять, разнесёт мне полхоного квартиры перед этим сначала. Игрушка коту. Давай. Телевизор только не разбей. А ко мне куда ехать? Мне, вау, куда далеко ехать-то? Давайте сначала, вот сюда. Чуть и мунка не поймал. Лови эту падлу. Муху. Большая, это такер. Дикон Сен-Джон. Дикон Сен-Джон вызывает аду такер. Дик, ты её нашёл? Да, такер, я нашёл её. Она возвращается. Что? Ты отпустил её? Одну? Ну, она взяла байк одного из бродяг. Заявила, что сама доберётся. Отказалась от помощи. Ты обалдел, Дик. Надо было её проводить. Ты чего, такер, что не так? Она может не захотеть вернуться? Нет, нет, конечно, просто такая девчонка как АКРОУС. Да она же не понимает, с чем имеет дело. Вот, да все, все понимают, как раз понимает, отбой. Готово. Давай сохраняем. Так, сюда надо заехать, да? Может, чё? О! Может, сейчас чё-липу достанется там как-то миссия. Давай-давай-давай. Это же Дикон. Дикон Сен-Джон, это Ада Такер. Приём. Дик, слышишь меня? Привет, Такер. У тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. У меня есть неплохой товар. Водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. Эй, заходи ещё иди. Как же распаялись? Ну, у тебя чё? Как жизнь? Сен-Джон, у меня к тебе дело. Говори. Ты же хочешь, чтобы Мэнни починил твой байк? Есть только один способ. Ходить для вас на вылазки. Ладно, я понял. Мне надо, чтобы ты разделался с лагерем мародёров возле тех погорелых хижин вдоль шоссе Коскей. Ну, это мы любим. Да, знаю. Спрашивай, если что. Давай, работа мародёров перебить. Жизнь в водище. Джейзи, как поживай? Так, работа вот. Мародёров перебить. Это мы всегда за. Эй, Дик, как твои дела? Рад видеть, Дик. Сэм, Джон, удачи тебе. Да. Даже не пиха. Ренос там, я буду прыгать. Вот же можно проехать спокойненько. Вообще, он накатан, как на велосипеде. Есть, донеть. Экономим топливо. Вот. А, да, там снайпер. Где? Где снайпер? Так, тебе, скотина. Больше не будешь стрелять по намадам. Это здесь. Так. Чёрт, не сюда. Опа. Посмотрим, Что тут у нас? Вот сюда. Ягодки. Ягодки мы соберём. Сейчас ещё снайпер. Ягодки. Коуп, я отправляюсь в лагерь намадов на трассе. Что-то еще о них знаешь? Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться, он не вернулся. Ну человек это я нашел на поиске. Ага, парня по имени Дикон Сен-Джо. Конец связи. Ну ты это наверно он и есть. Посмотрим поближе. Ладно, где я на верном пути. У меня на меня здесь напали, нет в прошлый раз, а где-то тут напали. Двое блин, тут снайпер еще был, сейчас я ему поеду кал уже дам, может он опять появился. Так, надо осмотреться. Расскажи нам то, что мы хотим знать. Ну куда? Давай. Навык не растерял. Ваши вылазки, где вы берете всякое дерево для своего лагеря, говори! Лагерь! Кого там? Коуплэнда! Сколько там людей? В лагере? Сколько? Сколько? не делай глупостей зачем жертвовать собой кто тебе этот куплен отец родной вот он еще один отчет это больно надеюсь ухте ну-ка давайте возьмем его вот здесь вот поставлю а даже не поставлю все освободил хватит слышь заткнись я тебя освобожу я от копленда вставай спасибо спасибо давай уже увязались за нами во время вылазки я не знал что делать помолчи бежать можешь что да да так беги ну спасибо я скажу что человечек свободен у тебя чё все вернуться в лагерь железного майка ладно сейчас на байк только сяду и можно будет возвращаться за реками за лесами за полями а вот и мой мотоцикл все телепортироваться могу могу вот по основной сюжетной линии следующий совет у каждого из опыта оружие свой критинг качества копья нашел твоего человека еле еле идет к вам на своих двоих вышли кого-нибудь навстречу я был хорошо спасибо сэнджон конец связи этом а доступно работал наконец вас как дела а в чем не заправил я заправлю все ну да ладно заходи позже будет новый товар рикки ты сказала есть работа да помнишь и мера или все звали его рыжий но рыжий или впервые слышу но дай угадаю он рыжий что то волосах нет дело в сапогах он носил сапоги и змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета зрелище было то еще да уж в общем когда-то он ходил для нас на вылазке а однажды вдруг решил что лагерь платит ему мало и когда он взял и убил линси фуллер кого линси работала с припасами дабле подожди он убил безоружную женщину по моему про нее говорили уже только не ожидала что он выстрелит ей в лицо представляешь в общем рыжий и убил забрал все припасы и смылся больше его не видели вот он ублюдок а теперь вот засекли обосновался с друганами в кампайнер можешь не продолжать я очень не люблю когда убивают безоружных женщин я знаю и знаю что ты не откажешься да короче я разберусь да что еще о нем известно немного погоди он жует табак говорят он настолько это любит что разворачивает бычки вытаскивает табак и жует мерзость какая еще один повод его убить это не под просто его убить все вот это мы до купить что-нибудь подожди смотрите снег пошел до этого снега не было это что у нас канада поживает лучший охотник за головами особо как торговли оружием только насколько темп стрельбы меньше дальность урон больше урон меньше темп остальное все больше кроме уронов здесь пока нет ну ладно думал может улучшить пока с арбалетом еще ничего не сравнивалось их они туда не туда на огонек полетел как мотылек от крылышки можно опалить дорожка да ты тропинка меня привела измены принцессы мне жизнь ах и если бы славный король открыл мне к сердце принцессы пароль господи сейчас еще заносы по диму уже объехал мне на вершину выходит почему тут снега себе для там пустыню только что было на он точно снег выпадает рикки я в компайнеры тут просто бойня а нет вряд ли похоже они зачищают фриков не волнуйся я его найду отбой а он и и и и и и и почти ладно рыжий где ты прячешься шакалы они убивают шакалов что мы тут имеем да подождите будет что-то как форму стоять и что это наркота следы такие следы могут быть каких-нибудь выпендрёжных копейских сапог так жеваный табак ну и мерзкий же ты говнюк и и и и и и и и и это кто такой зомби он почему я не мог тебе спокойно прибить табах еще следы ведут сюда какой шустрый да вот здесь надо смотреть деревянная коробка здесь что бычки снова следы папа все они меня видели вообще эти кстати очень важный вопрос для меня тихо 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 вот так чем мы тут рассматриваем класс матча господи больной вот еще один был какая туда уходил по моему да за этими да за медикаментами вот 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 опять табак давай давай на прям в черепу пока давай код этот хотя бы использую что-то не пойму она сама напросила да которую я застрелил не идет Не идёт. Здесь раньше был логий скаутов! Ты же не станешь убивать здесь человека? Вот он. Ранили! О, я готов. Сапоги с него снял, да? Ладно. Ну вот. А тут и нету уже. Бать, там и заправлю, как апрелись. Почему и точно? Да нет, не мой. Я думал, мой нахрен. Ну где мои подсумки тогда? Максимумы боеприпасов. Так. Приехать. Чтобы минимизировать повреждения, байка при приземлении, повторяйте колеса параллельно к земле. Ага, все понятно. Там, кто-то уворот. Мистер Дикон Сен-Джон. Именно он. Вот самый. Ау, все так любите. Сначала байк. Бас. Я могу заправить твой байк. Не помешает. Конечно. Сейчас все будет. Заправка починка. Но, как новенький. Ну да, ладно. До встречи, Дик. Эй, Рикки, я его достал. Дико, я так рада. У Линси были друзья. Я им сообщу. Хорошо. Ладно, увидимся, Рикки. Приятная новость для нас обоих. Дикон Сен-Джон, как дела? Бас, как дела? Так. И чё это у меня там? А снег идёт, снег идёт. Скоро, кстати, снег будет уже идти. Сколько месяцев, наверное, два не осталось. Асинь не раньше пойдёт, конечно. А чтобы такой снег пошёл в декабрь. Ну, я тут думал конец декабря. Ну, про то, что ты сказал, ну, чтобы, типа, тоже внести свой вклад, помочь лагерю. Я слушаю. Есть минутка. Покажу кое-что. Да, пара минут для тебя найдётся. Давай чё, рацию и покажу, покажу ему чё. Так, куда мы идём? Ты бывал в пещерах к северу от озера? Бывал. Я туда ещё вперёд тебя дойду. Ну, ладно, пошли. Подожди, мы пешком пойдём в раз. Я всё равно сегодня собирался на болото. Заглянув в те края, проверю, кто втряси не увез. Когда ты последний раз был там? Да уж давно. Когда я был мелким, мы в этой пещере, считай, жили. Мой папаша увлекался геологией. Кажется, у нас тут парочка застрявших в болоте фриков. Да, похоже на то. Давай я с ними разберусь. Ну ладно, уступлю это тебе. Молодец. Ну что, Шиза нашёл нового специалиста? Ты знаешь, куда Шиза может пойти. Короче, я что говорю. Он мог часами рассказывать, как формировались эти пещеры. Как порода снаружи затвердевала, но внутри продолжали течь подземные реки, лавы. Тут большие пещеры, туристов у них раньше водили. Здесь Метолиус, есть ещё другие. Они в этих местах повсюду. Стой. Короче, мы уже близко к шоссе, теперь надо потише. Куда вот они в стадом ползут? Так, пригнись, пригнись. Куда? Ох, ты ж её. Ты для этого меня сюда привёл. Понюхать толпу фриканов. Ну да. Ладно, ладно. Теперь иди за мной. Стоп, стоп, стоп. Куда идти? Куда ты меня ведёшь? Я покажу. Идём. Куда, куда они идут? Пока я сам пока ещё ничего ни хрена не покажу. Я не понимаю, но... Куда ты к ним? Пригнись. Смысл, я понимаю. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для намада. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и за них встало движение на 97-й трассе. Тысячи тысячи зомбиков. В июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики – большие скопления. Те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Ну, сам подумай. Я уже больше года охочусь на них водища. Бухарь тоже. Рики, Шиза и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Немало, да. Но их почему-то не убавляется. Ну и... Все дело ворды. Каждую... Блядь. Откуда начнем-то? Пригнись. Что мы вообще делаем, Дик? Это же глупость какая-то, даже для намада. Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Ну? Погоди, ты сам рассказывал мне, как летом приезжали туристы из Калифорнии, и за них встало движение на 97-й трассе и 5-й магистрали. Ну? Да, в июле от людей воняло почти как от фриков. Ну, в одном ты не ошибся. Эти фрики – большие скопления, те, что мы называем ордами. Я думаю, это из-за них у нас не получается сократить их число. В смысле? Ну, сам подумай, я уже больше года охочусь на них водичей, бухарь тоже, реки и шизы и другие. Сколько, по-твоему, фриков я убил? Немало. Да, но их почему-то не убавляется. Да куда-то петух тащишься, там, блядь. ... к學ам… Все дело в ордах. Каждую ночь они прут сплошным потоком по шоссе Сантиям. Тысячи фриков прибывают в долину Лост Лейк на север каскадных гор. Ты думаешь, они идут из Калифорнии? Шоссе перекрыто. Через перевал уже пару лет никто не ходит. Для фриков оно не перекрыто. Это нормальным людям по нему хода нет. Короче, я к чему веду. Огромные орды приходят сюда каждую ночь, и мы ни хрена не можем с этим поделать. И дальше-то что? Фрики повсюду. Куда ни посмотри. То есть, как фассив целенаправлено, когда семена сами приходят на место. На них и смотреть не надо. Носом учуешь. Если мы найдем способ преградить ордом путь, может получится наконец-то уменьшить число фриков. Станет безопасней. Освободится земля под распашку. Да. И как нам этого добиться? Ты прекрасно знаешь, что нельзя перестрелять эту, как ты называешь, орду. Да, нельзя. А если подорвать тоннель, пока не там. А что мне провалиться? Фрики тут зависают днем с пятька у них. Хер-то мы знаем, что. Или ты предлагаешь все это? Да. Взорвать все нахрен. Динамит там, там и там. Обрушим на них гору и прикроем всю лавочку. Ну, минус пара сотен фриков. Погода это не сделает. Нет, ты не понял. Завалим пещеру, и им негде станет отсыпаться. Или, может, эта сраная тропа пересохнет, и тогда другие перестанут приходить сюда. Ясно. Ну да, это интересно. Все, хватит. Пошли обратно. Надышались. Ладно. Сустава я вроде разогрел. Давай, не отставай. И вот ордата смотри, как недалеко. Скажи мне, сколько нужно прожить в одессе, чтобы стать экспертом по фрикам? И за ними что по пятам ходишь? Изучаешь их повадки? Пришлось. Не совсем. Тогда откуда ты все это знаешь? Что орда будет делать? Где они спят? Пару дней назад я ехал к северу от Белном Крейтер и увидел вертолет. Вертолет? Да ладно. Послушай, это был черный вертолет. Как раз на таких люди Нера тут рассекали повсюду, когда началась эпидемия. И ты такое видел. В небе. Ну а где еще, если вертолет? Я пытаюсь выяснить, может у них где-то здесь есть база, припасы. Черт, хочу понять, что там с федералами, живы они или нет. Они тут проводят какие-то полевые исследования. На фриках. Изучают их. То есть они тратят ресурсы на это, пока брошенный народ сражается за жизнь из последних сил. Я проследил за ними до пещер Гротта Кейвс. Знаешь, где это? Да. Они установили датчики движения, чтобы замерить, сколько фриков прячется в пещере днем, и майк их там тысячи. Да ну. Между собой они обсуждали, что фрики со всех каскадных гор, от территории за Крейтер Лейк на юге, до Смитрок на севере, все они спят в этих лавовых пещерах. Если взорвать вход, может у нас тут фриков поубавится. Тысячи. Дик, твоя идея, она неплохая, но для такого дела надо очень много динамита. Но ты хотел защитить Лост Лейк, я предложил тебе способ. Ладно. Короче, так, мне надо кое-что уладить, а ты жди меня у моста, я скоро буду. Есть где взять динамит. Задача, если я буду работать на лагере, Бог разрешат остаться. Так. Так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок